Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Особое внимание борьбе с наледью. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить работу по расчистке дорог. Поручение всем профильным службам дала и глава города Елена Лапушкина. Традиционная елка желаний зажглась в городской администрации. Глава Самары Елена Лапушкина и неравнодушные жители города вручат новогодние подарки детям, оставшимся без попечения родителей. В Самаре на площади Славы почтили память неизвестного солдата. В церемонии приняли участие первые лица региона и города, волонтеры и активисты поисковых отрядов. На базе Центра внешкольной работы поиск открылось отделение общероссийского движения детей и молодежи движения первых. Участниками уже стали 20 ребят. 33 года назад в Поволжье возродилось казачество. В Самаре к этой дате приурочили праздничный концерт. Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание областного правительства. Особое внимание уделили погодным условиям. По прогнозам синоптиков, к середине недели установится холодная температура. Ночью в среду прогнозируется от минус 20 до минус 23 градусов. Днем от минус 18 до минус 20, без осадков. Такая погода продлится до следующей недели. Дмитрий Азаров обратил внимание на ситуацию на дорогах области. До наступления морозов важно дороги почистить, чтобы не было наледи. Соответствующее поручение глава региона дал главам муниципалитетов. Особое внимание губернатор поручил уделить расчистке пешеходных зон в населенных пунктах. В администрации Самары также прошло еженедельное рабочее совещание под руководством главы города Елена Лапушкиной. Специалисты обсудили актуальные задачи по очистке областной столицы от снега и наледи. И работы по контролю за исполнением своих обязательств управляющими компаниями. Подробнее в нашем сюжете. Более трети месячной нормы осадков за несколько дней, а затем от нулевой температуры к сильным морозам. Именно такой сюрприз готовит жителям Самары погода. Это грозит подтаявшим снегом, который может застыть и превратиться в настоящий каток. Мобилизовать все силы, чтобы этого не допустить. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары. В первую очередь задача касается руководителей профильных департаментов, глав районов, директоров муниципальных предприятий и подрядных организаций. Главное городских районов, к вам обращаюсь. У нас такой достаточно резкий переход с плюсовых температур на минусовые. Сами понимаете, чем нам это грозит. Тротуары в обязательном порядке, чтобы не были скользкие. Все наши дороги, где ходит общественный транспорт, тоже на особый контроль. Для того, чтобы не допустить гололедицы, в Самаре в этот зимний сезон уже израсходовали более 4000 тонн противогололедных материалов. Вывезено почти 30 тысяч тонн снега, а с подтопляемых территорий откачано более 1600 кубометров воды. Ночью с последствиями снегопада боролись 147 рабочих и почти 200 единиц техники. Основные силы выходят в дневную смену. На сегодняшний день по уборке города запланировано 266 единиц техники, 3363 дворника. Основное направление на сегодняшний день – это за день, пока еще минусовая температура не наступила, провести максимально работы по очистке тротуаров от наледи и воды, а также провести обработку. Отдельное внимание уделили работе управляющих компаний. Комиссии внутригородских районов регулярно выходят на проверку уборки вверенных им территорий. Если организации плохо справляются со своей работой, то им выносят предостережения. В случае, если замечания не устраняются, предостережения направляются в надзорные органы. Только в железнодорожном районе с начала снегопадов было составлено 44 таких документа. Большая часть замечаний отработана. От тех компаний, которые совсем бездействуют жители, вправе отказаться и запустить процедуру смены, как, например, поступили жители в Красноглинском районе. На время процесса их дворы не оставят без внимания. До 1 января данной управляющей компании жильцы планируют уйти в другие управляющие компании. Сейчас, чтобы дома были не брошены, другая управляющая компания с сопряженными домами помогает очищать. Но это после того, как очистить свои дома. Кроме того, на совещании обсудили и реализацию национальных проектов на территории города. Всего Самара участвует в реализации 48 показателей и 10 национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным и направленных на улучшение качества жизни россиян. По 30 показателям уже есть выполнение на 100%. Остальные находятся в стадии завершения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А сразу после совещания глава Самары Елена Лапушкина дала старт городской благотворительной акции «Елка желаний». Она проводится ежегодно, уже в течение 16 лет. В рамках мероприятия жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в городской администрации. Подробнее в нашем сюжете. Братик мы встретим елку на альзаме, вешаем игрушки, шаки, флопушки. У 6-летнего Максима и 11-летней Дарьи одно из новогодних чудес уже случилось. Ребятам выпала честь зажечь елку желаний и дать старт благотворительной акции. И именно их желания исполнит глава Самары Елена Лапушкина. Что подарить ребятам, она узнала из открыток, которые были размещены на волшебном дереве. Я благодарю всех и, конечно, приглашаю всех наших жителей тоже принять участие и почувствовать себя Дедом Морозом на этот небольшой, но волшебный период времени. Благотворительная акция «Елка желаний» в Самаре проводится с 2008 года. В этом году о своих желаниях Деду Морозу уже написали более 800 детей. Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также проживающие в пунктах временного размещения граждан ЛНР и ДНР. В основном это традиционные подарки – игрушки, наборы для творчества, современная электроника, книги и одежда. Но есть и очень необычные – электрогитара, светящийся плед, очки виртуальной реальности и многое другое. Как только на «Елке желаний» разбирают открыточки, мы постоянно их вешаем, желания уже написаны, они у нас лежат в коробочке и ждут в своей очереди. Как правило, до 30 декабря разбирают все до одной открытки. Сделать детей немножко счастливее может каждый самарец. Для этого нужно обратиться в городской департамент опеки по адресу Куйбышева, 44. Взять открытку с желанием, на которой указаны контактные данные. А затем лично подарить подарок ребенку, чтобы сделать его новогодние праздники по-настоящему волшебными. Коллектив телеканала «Самара ГИС» тоже присоединился к этой акции. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Одну из знаковых улиц исторического центра Самары, Ленинградскую, преображают к новогодним и рождественским праздникам. За минувшие выходные на Самарском Арбате разместили несколько арок с шарами и подсветкой. А сегодня сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» начали монтаж светодинамической елки. С подробностями наши корреспонденты. Новогоднюю елку устанавливают на улице Ленинградской. Она, как и в прошлом году, украсит участок в границах Куйбышева и Фрунсе. До этого конструкция украшала площадку возле здания Самарского филиала Третьяковской галереи. В выходные на пешеходные улицы уже разместили несколько арок с шарами и подсветкой. А сегодня сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» начали монтаж светодинамической ели. Высота готовой конструкции будет составлять 16 метров. На сегодняшний день устанавливается фундаментная часть с бетонными пригрузами, которые придают устойчивость конструкции. Каждая ветка оснащена светодинамической гирляндой, соответственно, и при комплексном монтаже создается вот этот эффект общей картинки. Кроме елки и иллюминационных фигур, чуть позже приступят к монтажу украшения «Звездное небо». Чтобы задекорировать территорию подвесными конструкциями с гирляндами, предусмотрены металлические фермы. Специалисты профильных служб стараются, чтобы задолго до праздников жители могли почувствовать новогоднюю атмосферу. Ее уже оценили Иван и Анфиса Кин. Пять лет назад они переехали в Самару из Приморья. Чистят, убирают, елочки уже появляются, все хорошо, красиво, все нарядно. В ходе установки иллюминации специалисты учитывают погодные условия. Таким образом, график выхода на участки может корректироваться в зависимости от объема уже выполненных работ. На сегодняшний день предприятие «Самары Горсвет» с задачами в рамках предновогодней подготовки справилось на 77%. Работает тут во всех районах города. В высокой степени готовности самый большой светодинамический фонтан, который находится на склоне у Площади Славы. После сборки всех составляющих световых украшений их диагностика обязательно, чтобы не было сбоев. И оставшись в работе, иллюминация еще долго радовала горожан и гостей региональной столицы. Часть смонтированной иллюминации уже зажигается по вечерам. Скоро будут подключать и композицию у Площади Славы. В полном объеме МП «Самары Горсвет» планирует нарядить территории до 20 декабря. Для этого продолжают трудиться 10 бригад. Также несет дежурство аварийная служба, чтобы при необходимости оперативно принять меры восстановить работоспособность элементов праздничного светового убранства. Декорированию подлежат участки вдоль уличной дорожной сети, парки, скверы, площади, набережные, аллеи и другие общественные пространства, включая территории, которые ранее были обновлены по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», а также в рамках губернаторского проекта «Содействие». Город украшают не только силами муниципальных предприятий, профильных департаментов. К ответственной и одновременно приятной миссии присоединились собственники объектов потребительского рынка и услуг и другие предприниматели, предприятия, производственные сферы, социальные учреждения, финансовые организации и клубы. Подготовка к Новому году и Рождеству ведется и на внутридворовых территориях. С 1 декабря объявлены районные конкурсы. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. В начале декабря в России вспоминают героев, чьи имена не остались на страницах истории. В день неизвестного солдата в Самаре на площади Славы прошло традиционное возложение цветов к горельефу скорбящей матери Родине. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, волонтеры и активисты поисковых отрядов. Именно они играют большую роль в поиске останков солдат, которые после обретают свое место захоронения. Наши корреспонденты расскажут обо всем подробнее. Эта дата – наша дань памяти о каждом солдате, отдавшем жизнь за Родину. Это наша благодарность всем, кто погиб на фронтах, но чьи могилы безымянны. День неизвестного солдата появился в 2014 году. Дату официально учредили в памяти российских и советских воинах, погибших во время боевых действий на территории страны или за ее пределами. На площади Славы традиционная церемония в честь павших героев, чьи имена неизвестны до сих пор, началась с возложения цветов. У горельефа, скорбящей матери Родине, собрались не только первые лица региона и города, но и активисты поисковых отрядов Самары. Эти люди играют особую роль в увековечении памяти и подвигах защитников. Ежегодно добровольцы находят останки героев, которые с почестью обретают места захоронения. В 2023-м, благодаря активным поискам на территории города Снежное, членами отряда «Сокол» были найдены 92 человека. Все они участники Великой Отечественной войны. В августе этого года мы побывали в поисковой экспедиции «Западный фронт Варшавское шоссе» по проекту «Фронт поискового движения России». Это моя самая первая экспедиция. Нашему отряду посчастливилось найти останки одного из бойцов и, соответственно, захоронить их, торжественно захоронить в последний день, когда захоранивали всех бойцов, которые нашли в этой экспедиции. Но не всегда найденные люди остаются неизвестными. Многие поиски оканчиваются тем, что имена все же попадают на страницы истории. На данных табличках представлены имена наших земляков-куйбышевцев, погибших в 1943 году за освобождение Донбасса. Всех их имена представлены на мемориальной доске возле памятника Саур-могила. И также все их судьбы, боевые пути и места захоронения, и также места их увековечения были найдены в результате работы проекта и по тому веках живут они. Во время памятной церемонии на площади Славы также работали волонтеры Победы. Любой желающий, подойдя к стенду, мог написать письмо, которое затем будет отправлено бойцам из Самары и области, находящимся сейчас на передовой в зоне спецоперации. В Самаре прошла научно-практическая конференция образовательных и культурных учреждений. Педагоги и наставники обсудили вопросы патриотического воспитания при помощи изобразительных и музыкальных искусств. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Научно-практическая конференция образовательных и культурных учреждений Самары открылась гимном Российской Федерации в исполнении Оркестра русских народных инструментов. Лейтмотивом этой встречи стала тема «Отечественная художественная культура как нравственный ориентир традиционных ценностей, формирующих развитие личности молодого поколения». В концертном зале одной из старейших школ города, детской музыкальной школе именем Михаила Глинки, деятели культуры и искусства, педагоги. Член Союза художников России Ирина Елизарова подготовила доклад о том, как при помощи изобразительного искусства дает своим студентам уроки патриотического воспитания. Они также у нас выходят на пленеры, рисуют те же места, как и наши выдающиеся художники, уголки Самары, наши прекрасные места Самарской Луки. И самое главное, мы здесь не только, конечно, знакомы с композицией, с колоритом, да, технически, но также как через настроение передается, через эмоции, да, воспитывать вот эту любовь к родине. В ноябре прошлого года вышел указ президента России Владимира Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такие встречи, в первую очередь, это возможность поделиться с коллегами собственным опытом. Такие встречи всегда хорошо, потому что это единение людей, жизнь и творчество которых направлено на воспитание. Нам свои работы, свои доклады о опыте работы в регионах прислал в Санкт-Петербург детская школа искусств имени Глинки и город Смоленск. Это, я думаю, что будет всем интересно, хороший опыт. Вот эта конференция, знаю, что, наверное, осветит вопросы, наверное, основные и главные вопросы. Это вопрос воспитания юного поколения и, собственно, роль детских музыкальных школ, детских школ искусств, как, наверное, одного из главных носителей гена отечественного художественного образования. В год педагога и наставника детские школы дополнительного образования провели больше 30 творческих встреч, посвященных миссии учителя. Это конкурсы, концерты, семинары и круглые столы. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Стать участником общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движению первых» теперь можно не только в учебных заведениях Самары. В Центре внешкольной работы «Поиск» открылось отделение этой организации. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Подробности расскажет Галина Топилина. В новом отделении общероссийской организации детей и молодежи «Движение первых», которое открылось в Самарском центре внешкольной работы «Поиск», числятся уже 20 человек. Это постоянные участники волонтерских движений и социально значимых мероприятий. 14-летняя Софья Шестопалова в их числе. В Центре «Поиск» Софья занимается вокалом. Рассказывает, о «Движении первых» узнала во время летнего отдыха в оздоровительном лагере. Софья попала в профильную смену «Движения первых». Идея и атмосфера организации оказались близкими ей по духу. «На самом деле мне очень нравится, сколько я в нем нахожусь. Там постоянно разные конкурсы, акции. Мы ездим, выступаем. И очень интересно это все». По словам педагогов, членство в «Движении первых» открывает для ребят больше возможностей проявлять себя за пределами центра. «И мы очень активно участвуем вообще в жизни нашего города, нашего района. И всегда с большим удовольствием выступаем на разного рода мероприятиях, например, посвященных 9 мая, 23 февраля, Днем в Тиранах». Инициатива открытия отделения «Движения первых» в Центре внешкольной работы «Поиск» принадлежит директору Виктории Башкировой. Именно в центре когда-то базировался Куйбышевский дом пионера. И открытие здесь отделения «Движения первых» – это сохранение традиций и внедрение инноваций в повседневную работу центра. Это просто огромный концентрат возможностей проявлять себя и развиваться далеко за пределы города и региона. Но, конечно, в первую очередь на благо города и региона. Белой завистью завидую нынешнему поколению, потому что у них такое огромное количество возможностей проявить себя на федеральном уровне. Получить возможность обучения для старшего, более возраста, прохождения стажировок. Получение денежных грантов, реализации своих идей, возможностей, способностей в виде тех же грантов, например, на обучение. «Движение первых» нацелено на развитие, самореализацию детей и молодежи России. Вступить в ряды организаций может любой желающий в возрасте от 6 до 18 лет. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Православные верующие в этот понедельник отметили один из главных церковных праздников года – «Видение во храм Пресвятой Богородицы». В народе считается, что этот праздник является началом настоящей зимы. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, детей приводят на их первую исповедь. Священники и верующие одеваются в голубой цвет, который считается богородичным. Ранее, 28 ноября, для православных верующих в России начался 40-дневный рождественский пост, который закончится 6 января. Он подготавливает к празднованию Рождества Христова. Этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский. Во время него следует воздержаться от мяса и яиц молочных продуктов. Питаться продуктами без термической обработки требуется только по средам и пятницам. В Самаре проходит череда мероприятий, связанных с очередной годовщиной возрождения казачества в Поволжье. Одним из них стал праздник «Слава Богу, что мы казаки». Он собрал полный зал зрителей во Дворце культуры железнодорожников. С места событий – репортаж Светланы Тимофеевой. Воисковой старшина Виктор Боков говорит, что родился казаком. Он – один из основателей казачьей станицы «Северная». Сейчас состоит в Совете старейшин. Вместе с братьями по оружию воспитывает молодых, отправляет и встречает тех, кто защищает рубежи Родины в зоне СВО. А казак еще всегда при оружии был и воевал, защищал рубежи Родины. Вот и всем отличался казак от мужика. Что он с детства был к оружию привучен защищать рубежи Родины. История казачества в Поволжье прервалась в 1917 году. В 1990-м группа энтузиастов в количестве 14 человек создали самарское казачье землячество. Так возродилось казачество на Самарской земле. В честь 33-летия со дня этого события во Дворце культуры железнодорожников состоялся традиционный праздник «Слава Богу, что мы казаки». Это событие в культурной жизни многонациональной Самары, потому что казачество – это дисциплина. Казачество – это патриотические начала. Казачество – это сплочение. Людей разных национальностей для решения тех важных задач, которые ставят перед нами время. Не остались казаки в стороне с момента начала спецоперации. Более 700 человек уже награждены орденами и медалями. Трое стали героями России. Сейчас казаки принимают огромнейшее участие в специальной военной операции. Более 20 тысяч казаков находятся в составе 20 подразделений, в том числе чисто из казаков Самарской области, соседних областей, действуют казачьи подразделения, которые уже принесло много побед нашей российской армии. За 33 года самарское казачье землячество не только возродило воинскую науку, на территории региона развивается культура казачества, создано много ансамблей, а в этнопарке «Дружба народов» есть казачье подворье. В парке Гагарина прошел физкультурный праздник, посвященный Дню инвалида. Для команд со всех девяти районов города провели мастер-класс по скандинавской ходьбе. Именно этот вид спорта доступен почти каждому, не требует много экипировки и специальных площадок. Заниматься можно и около дома. Главное – иметь поставленную технику. О ней рассказывали инструкторы на празднике. Подробнее в нашем сюжете. Всего две лыжные палки, удобная одежда и обувь. Вот и все, что нужно для занятий скандинавской ходьбой. Этот очень полезный вид спорта особенно подходит тем, кто любит размеренную физическую нагрузку для укрепления своего здоровья, а также тем, кто проходит восстановление и реабилитацию после болезней. И к тому же доступен почти каждому. Но чтобы занятие приносило пользу, важно ходить с правильной поставленной техникой. Именно об этих нюансах и рассказывали инструкторы на традиционном городском физкультурном празднике, посвященном Дню инвалидов. Это кажется очень легким, но на самом деле есть много нюансов, которые стоит узнать. И на самом деле это не так просто, как кажется. И поэтому я еще раз буду, наверное, миллиард раз повторять, что нужно заниматься в первые хотя бы 10 раз с инструктором. Потому что даже с палками, если неправильно ходить, можно себе навредить. Поэтому правильная техника очень важна. На праздник приехали члены общества и организации инвалидов со всех районов города. Занятия проходят в череде других спортивных фестивалей и праздников для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди которых и спартакиада для взрослых, и детские соревнования. Кто не умеет ходить, имеет возможность научиться. Кто уже это делал в прошлом, позапрошлом году, может улучшить свою технику. Вообще сегодня прекрасная погода. Мне кажется, такой снег вокруг и морозец легкий. Мы все сегодня получим удовольствие. Я думаю, что они будут все довольны. После занятия каждому участнику вручили памятный сувенир, а также угостили согревающим чаем с вкусным подарком. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Специалисты продолжают проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды в Самаре. 7 декабря воды не будет с 9 до 23 часов в домах по адресам Осипенко, 14, 20 и 24, а также Новосадовая, 22, 24. Адрес установки бойлера улица Осипенко, 20. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. Информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Во всех районах города идут работы по ликвидации последствий снегопадов. Самарский район сообщает в своем телеграм-канале, что на расчистку вышли обслуживающие организации, управляющие компанией района МБУ «Самарская». На благо района для обеспечения комфорта и безопасности трудится 112 дворников и 22 единицы специализированной техники. В городском округе Самара состоялось награждение победителей районного этапа конкурса «Учитель года». Департамент образования поздравляет победителей и желает успехов на окружном этапе конкурса. В школе номер 86 состоялось открытое первенство Кировского района по автомодельному спорту. Участники смогли продемонстрировать свои умения и навыки. Сейчас такое направление у детей достаточно популярно, возможно, потому что модели на радиоуправлении в большей степени, чем другие машинки, напоминают настоящие автомобили. А сами спортсмены, стоя на треке, могут себя почувствовать участниками настоящих автоконок. В первенстве приняло участие 57 человек из трех образовательных учреждений, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok